Блин, этот мультик, я с Чарсел Ко 2012 года. И что? Я его смотрела, по-моему, в год, когда он вышел. Я поднялась, насколько он давно был сделан. Десять лет назад. Десять лет. Охренеть просто. Он не выглядит как десяти лет недавно, все. Он хорошая графика. Так давно он, на самом деле. Ну да, он графоний хороший, приятный. Хранители снов настолько индивидуальны, что вся заставка DreamWorks стилизована под сюжет. Идет снег, вместо парня сидит джек. Генерация иния лога. 3D прикольно смотреть. Все клево. Тьма. Первое, что осталось в моей памяти. Еще мне было страшно. Потом я увидел луну. Она была такой большой. Вот, вот, вот. Какая яркая, что только вы думаете. Мы вчера как раз, когда смотрели, ну я смотрела давно, этот мультик пересматривала. Я смотрю «Большая луна» и думаю, наконец-то. Настал момент Долбека с грехами про большую луну. А тут это уже оправданно. Слушай, может в мультиках реально всегда большая луна? Тут оправданно, что большая луна. Ну, она имеет какие-то, видимо, особые свойства. Да, тут магические свойства. А вместе с тьмой ушел и мой страх. Как я там оказался, что было уготовано мне судьбой, мне неведомо до сих пор. Вступление раскрыло предысторию Луна Ликова, а также оставило вопросы о предыстории Джека, что уже цепляет. Хранители снов основаны на серии новелл Уильяма Джойса «Guardians of the Childhood». Книги о Луна Ликом и Санте вышли за год до премьеры мультфильма, а сольные книги остальных хранителей вышли в год или после премьеры. А, Джек Кросс только в 18-м вышел. История Луна Ликова такова. Маленькое дитя с семьей летели на Луне к безопасной голубо-зеленой планете. После нападения Бугимена он остался один с Найт Лайтом, а когда вырос, решил оберегать детей Земли от кошмаров. Заставил своих роботов и мышей собирать камни так, чтобы на Луне образовалось улыбающееся лицо, так бы детям не было страшно в ночи. Отсюда и имя Луна Лики. Ну а после собрал разных особей. Ну слушай, ну мультики так не поясняли прям подробно, что там был какой-то, оказывается, реальный челик на Луне. Я думала, Луна Лики, это типа сама Луна и есть. Ну как будто Луна такая, знаешь, которую божественный свет испускает, а-а-а-а, и всё. А там, оказывается, какой-то он челик сидит на ней. Для детям это и есть нынешние хранители. Поэтому Джек говорит, что ему было страшно во тьме, а Луна Свет прогнал её. Ну а почему Джек оказался здесь, вопрос, который будет терзать и нас, и самого Джека в весь мультфильм. Слушай, у меня продукт скоропортящийся, а у тебя ещё есть тут? Ты видел? Да. А, Луна Лики! Давненько не беседовали, старый друг. Что нового? Розыгрыш на 200 миллионов рублей. Нормально. Луна Лики, что нам делать? Просто пригласить друзей на ламку и запросить. Вы понимаете, что это значит? Он считает, нам нужна помощь. Подожди, подожди. Да, а на чём прикол? Там же ещё было написано, там где эта штука, которая раскрывалась? Там знаешь, что было? Там была буква Т. То есть, я не знаю, я не помню, в мультике так было, или это долбек подрисовал? Но считаю, что Банк Тинькофф и похватает, и прям хорошо. Посох очень важен для сюжета, для предыстории, для раскрытия. Короче, очень важная и классная деталь. И ещё мне было страшно. Мне страшно. Пацану тоже будет страшно, которые ещё не показали. Не бойся, давай развеселимся. Ну, 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 биг сразу концовку заспоилировал. Кто он? Однако с первого появления это уже ясно. Позже поймете. Привет. Он без способов летать не умеет, да? Ну, вроде морозить может, а летать вроде как нет. Сюжетный поворот. Необычная сила, а способности летать. Но никто из людей его не видит. Вопросов все больше и больше. Санта такой, знаешь, особенно в своей экипировке, когда ты в шапке такой, с папахой, вот этим вот мехом. Какой-то как пират какой-то или что. А мне помимо, в Гарри Поттере был факультет Дурмстранг. А, да, да. И помощи они как раз были в таких вот шапках, и в таких вот, как будто он директор Дурмстранга, вот честно говоря. Первое появление Санта-Клауса. Все соответствует фольклорам. Мастерит игрушки, ест тихи. Одет в красное, борода, живет на севере. Но что еще важно? Показано его стремление, его нрав и характер, который он раскроет Джеку в очень важном диалоге. Но об этом позже. Что происходит? Как это возможно? Сюжет начинается с конкретного события. Первые атаки бугимена. Отсюда и общий сбор хранителей, избирание нового хранителя, а дальше уже все пойдет должным образом. Мстители. Ну типа. Что в книгах, что в мультфильме, привычные вещи адаптированы под сказку. Полярное сияние – это дело рук Санты, лунный свет оберегает от кошмаров и так далее. Первое появление зубной феи. Все соответствует канонам, но он даже был улучшен. Вот как зубная фея собирает все зубы в мире. У нее есть помощники. Для сюжета важны они сами, и еще факт, что фея не летает за зубами сама. Мои друзья-хранители. Наша обязанность – оберегать детей. Дарить им чудеса. Они полны стремления увидеть чудо. Нести надежду. Пасху – праздник надежды. Показывать сны. Неймите сеть, чо моверфакт на эссс. Технически он не говорит, то ладно. Обязанность каждого из хранителей. Оберегать детей – дело зубной. Ведь в нужный момент феи дарят теплые воспоминания. Чудеса – сути Рождества. Дарить надежду – смысл Пасхи. Показывать сны – работа песочника. Которого нам веками удавалось удерживать. Образ пасхального кролика максимально неожиданный. На Пасху дети просто... Такой супер-мега-докаченный. Он честно реально, когда Джек его троллил, что он похож на кенгуру. Он реально похож на кенгуру, по факту получается. Знаешь, зубная фея тоже не ожидаешь ее такую увидеть огромную. Я вообще не ожидала, что именно как калибри. Ну да, ну калибри, знаешь, более вероятная еще. Ну как огромный человек, такой хуманизированный. Знаешь, почему по ходу калибри? Я представлял вот такое где-то, знаешь, вот такое. Вот зубная фея, вот такое. Ну, это маленькие помощницы у нее такого размера, даже меньше. Она типа как хозяин, так как хуманизированный. Знаешь, почему по ходу калибри вот такой у них носик? Помнишь эти сказки, когда крокодилу птичка зубки чистила? Да. Доставала. По ходу, вот это какие-то маленькие вот эти феечки. Это какой-то, видимо, модифицированный образ этой птички, которая чистила зубки крокодилечку. Потому что должна быть какая-то завязка с зубами. Или ты думаешь просто калибри, потому что они шустренькие и быстро летают? Шустренькие и быстро летают. Да, я что-то подумала, что может зубками как-то связано. Бирает крашеные яйца, и типа какой-то кролик их под кустик положил. Кто нахрен ожидает, что этот кролик будет двухметровым суровым мужиком с широкими плечами, голосом Хью Джекмана и дерзким характером? Что ты называешь? Я не был кангару, мать. Он и быконет на тебя, и бумерангом пропишет в лицо. В книге у него очень интересный оригин. Целиком я не читал, но Пасхальный является представителем подземного народа Баннимундов. В мифологии их называют Пука. В прошлом Кромешник уничтожил их всех, а Истер посредний из них, в итоге ставший хранителем. Так ты высвистал меня за три дня до Пасхи. Если бы я с тобой так поступил под Рождество... Перестань, тролик. Пасха это не Рождество. Степ над Пасхой, в силу того, что для людей мира Рождество и Новый год реально масштабнее. Но даже этот Степ является частью сюжета, позже помните. На Пасхальных яиц раскраживать. Сколько яиц, общийся. А у тебя еще визни... Пасхачник. Стать, почему Пасхачник не говорит, интересно? Все говорят, а он нет. Луналейкий. Да, да. Беды эльфы. А, Луналейкий! Ну что, что раньше не сказал? Ну, да. Он выбирает нового хранителя. Интересно, кто же им станет? Может быть лепрекон? Только бы не срок, всего днем срока. А, так в этом мире существуют все праздники всех народов. Это в принципе офигенная идея. Своя вселенная праздничных маскотов. Летяной джек? Ну, если он поможет нам защитить детей, пускай. Создатели, уже не стесняясь, прямо говорят, что специально делают персонажей миловидными, иронируя над собой. Для девушек сделали симпатичного Джека, но для парней... Просто слышите меня! Я любитель эльфории. Да, это... Подожди, технически у нее перей. Ну, как бы не мех, а перья получается. Она же как бы птичка. Стой! Стой! Загадочные времена, они где-то рядом. Снегопад! Снегопад! Да! Все для вас! Субботу будем пасхальные яйца? Мы их найдем, несмотря на снег! Найдены образцы шерсти и ДМК снежного человека. Мы же вместе по телеку видели. Едьте рядом! Вот это я люблю! Это я люблю! Каждое слово, каждая деталь имеет смысл. Первое представление Джейми, он читает книгу о мистических существах. Это основа Джейми, вера в чудесах, что буквально влияет на то, на вселенной. А его друзья говорят, что найдут пасхальные яйца, несмотря на снег, что отсылает к важному конфликту между Джеком и кроликом. Мам, Софья опять упала! А то ледяной Джек отморозит тебе носик. А кто это ледяной Джек? Да никто, дорогой, это все выдумки. Дорогой дневник. Каждый член книги Джейми сыграет важную роль, даже их собака. Мама рассказала о ледяном Джеке и, в принципе, обо всех хранителях. Сестренка поможет хранителям вспомнить, ради чего они борются. И специальная порода пса для кролика. Особый снежок. Не я. Сцена с демонстрацией важной способности Джека важна двумя сторонами. Первое. Джек Фрост способен развеселить своей магией даже самых грубых людей. Отсюда и второй пункт. Вера в то, что в нашем мире тоже есть ледяной Джек. Ведь каждый когда-то игрался в снежки и чувствовал эту магию веселья на себе. Статуя основателей города, в котором когда-то жил Джек и сегодня живет Джейми. В описании упоминания сильной бури в конце 18 века, что явно дело рук Джека. Ребята, видели? Это было обалденно. Я там сначала, а потом брыскать снова. Нежестко было. Круто! Зуб! О, нет! А как же это веселье? Я его устроила, а не зубная зуба. Все, фея перебила. Обратили на меня внимание. Простая сучанность раскрыла ситуацию в разные стороны. Как цветок. В одну сторону Джек, которого снова не признают. В другую сторону упоминания зубной феи. Далее ненависть Джека к более известным хранителям, что к концу истории даст мотивацию им стать. И незаметная деталь по поводу важности именно муночных зубов, но об этом пыжа. Если будешь ее дожидаться, чтобы увидеть, то она не придет. В этот раз у меня все получится. Мы спрячемся, Софья, и посмотрим на зубную феи. Все так хотели. Каждый хотел проснуться ночью и увидеть либо Деда Мороза, либо Феи. Да! Я тоже так хотела. Я и нет. Я хотела увидеть. Я просто с самого раннего детства перестал в него верить. Потому что ты сразу спалил подарки, которые мама прятала. Вот и все. Понимаешь? Нет, у меня даже, в принципе, сомнения возникали в самом начале. У меня не было сомнений. То есть, я говорю, я спрашивала этот вопрос, у нас такие еще были окна, маленькая форточка. Я говорю, как он такую маленькую форточку прорезет? Ну, он же волшебный, он может там продуваться, он как ветер может становиться и продуваться. Я такая, ну, логично, он же подарки приносит. Думаю, окей, хорошо. Я говорю, как он успевает? Ну, типа, я вот помню, я сейчас сказала эту всю мою историю боли, когда 5 утра проснулась, а подарков нет. Я говорю, где подарки? Дед Морозий пришел. Они такие, ну, подожди, детей много. Я не хотела схитрить ночью и не поспать, посмотреть. Мне сказали, что если я не буду спать ночью, то он ни хрена не принесет. Это было важное условие. То есть, он не придет? Если ты не спишь, то он не придет. Да. Это было важное условие. А подарков-то я хотела. Поэтому я спала. Я просто суперрана просыпалась, чтобы быстрее подарки раскрыть. А они будут правы, потому что ты не поспала, вот и не пришел. Сама виновата. Мне потом, вообще, Дед Бороз после Нового года подарочки под подушку подклал, как зубная фея. Всякие мандаринки и конфетки, понимаешь, бывали такие моменты. Да-да-да, между прочим. А вообще ты в другое верила? Зубная фея? Нет, зубной фею почему-то не верила. Мне что-то говорили, ну, как-то... Ну, что-то мне такое приемное рассказывали, но я как-то никогда не занималась. У меня хотя бы была баночка с зубами. У нас не особо это было принято. Да. Да, была баночка. У мамы был крем для лица, и была, я помню, такая была баночка такого телесного цвета, и в ней были мои молочные зубы, были такие прям клыки, целая прям коробка с этими зубами. Мне кажется, она, блин, сих пор где-то у папы лежит. А ты, кстати, зубы как вырвала? Сама? Где-то... Нет, сами выпадали. Какие-то расшатывало, бывало, себе во рту, и они прям вываливались. А в водах-то типа шатается такое? Да-да-да. Было, даже приходилось к стоматологу идти, потому что сами они не выпадали. Да, ладно, короче, долгая история. Но это признамение так и случится. Песочный человек. Ухожу, время снов, твое время. Я потратил немало времени, чтобы научиться это делать. Незаметная деталь. Джек лишь коснулся волшебного песка и увидел сны. Это и объясняет, как кромешник сумел обуздать силу песочника, ведь песок этот очень податрив. Мне не показалось, что я слышал цок от копыт. Первое появление бугимена. И нет, не это, а вот здесь. Кромешник вылезает... А, точно, я даже не заметила. Самое страшное место для всех детей. Каждый боялся, что под кроватью кто-то есть. Да, я боялся всегда. Да. И шкафы боялся. Почему всегда в хороших... Шкафы под кроватью. Заметь, в хороших не веришь, а в страшилки веришь. Почему-то. Нет, не веришь, но на всякий случай боишься. Да, больше. На всякий случай. Это мне не помогло. Песочник не разговаривает, так как не хочет никого разбудить. Это реальная причина. Да? В позади над камином показана предыстория союза Санты с народом Йети. В книге сто пудов об этом рассказано, но... Умеет говорить. Потому что отныне ты хранитель. А, веришь, как его звали, этого Санту? Ник Северянин. Типа он же Святой Николай, и Святой там Николас, или как-то получается. Ник это сокращенно Северянин, вот. С чего вы взяли, что я хочу быть хранителем? Вообще пофиг, да? Офигенный и неожиданный конфликт. Джек реально не хочет быть хранителем с кучей обязанностей, это в его характере. А хранители даже поверить не могут, что кто-то не хочет быть среди них. Никакой музыки. Да, бедный сельф, бедный психует. Никакого праздника. Чем мы занимаемся? Каждый огонек... Это все такое ровное, реально. Ребенка, который в нас верит. Идеальный переход к рассказу о каноне вселенной. И Джеку поведали, и зрителям. Меня все равно никто не видит. Ты сам меня сюда отправил. Так мог бы хотя бы сказать, зачем я здесь. Кромешник начал действовать, и угрожает всем этим детям. Фиран так и не поговорили. Выбрать? Ты уже избранный. Избранный Луналики. Что? Луналики с вами разговаривает? Я его 300 лет спрашивал, и это ответ. Провести вечность подобно вам, прячась в тайных логовах, и выдумывать новые способы подкупа детей? Да как ты смеешь? Нет, нет. Это не для меня. И снова офигенный конфликт. Вот смотрите, Джек полностью отказывает хранителям в сотрудничестве. И что станет причиной? Ну вообще, подкуп детей технические песочники не подкупают. Он просто с ней присылает. А остальные подкупают. Фея монетками, кролик яйцами, а Санта подарками. Получается, как бы, в принципе, он прав. Джек развернулся на 180 градусов и пошел им навстречу. Главная цель Джека и тот самый разговор с Луналиким. Найти ответ на вопрос, кто я. Оказывается, Луналики часто тусуются с хранителями, что и станет мотивом к ним примкнуть. Но даже при этом Джек с агрессией реагирует на эту уловку. Мол, а что ты 300 лет молчал? Сыр круглолицый. Тебя будто бы вообще нет. Кролик, хватит. Нет, кенгуру прав. Кто? Да как ты смеешь? Думал, что ты кенгуру. Слышал, ты из Австралии. Пасхальные реально из Австралии. Его нора находится под поверхностью этого континента. По канону книг, весна родилась именно в Австралии. Ты же был средний. А, кстати, реально, видишь? А я думаю, почему у него яйца эти были каменные? Это, видимо, отсылка на вот эти всякие приколы. Там, где вот Новая Зеландия, Австралия. Там же есть такие тоже всякие каменные, наверное, статуи. Вот эти вот все. Нет? Да? Нет? Нет? Я просто не поняла, почему были именно каменные яйца с лицами, которые такое-то эмоции меняют. Вот и тогда. Пасхальный кролик. И люди верят в меня. Классный напряженный конфликт между двумя крутышами скоро отлично раскроется. Подождите немного. Я сюда столько лет пытался пробраться. Да и смотреться. Аниматоры создали действительно сказочную мастерскую игрушек. Эта сцена отлично раскрыта. Санта поведал, что снаружи он хоть и большой и страшный, но глубоко внутри остается ребенком. И эту аналогию показали в виде матрешки, ведь Санта в этой вселенной славянских корней. В этом мире Санта раздает подарки с помощью волшебных телепортов в виде знакомых снежных шаров. У каждого из хранителей есть способ быстро путешествовать, что будет важно для гонки зубов. Первый намек на знакомый песок. Забрали моих помощниц и детские зубки. О, какое счастье! Хоть тебя спасли. Ловко я собрал вас всех вместе. Даю 30 секунд. И что? Монетку мне положишь под подушку. Зачем ты это делаешь? Я хочу то, что есть у вас, чтобы в меня верили. Ледяной джем. И давно ты с ними дружбу водишь? Я не вожу. Тогда я тебя не замечаю. Ты к этому уже давно привык. Да как ты, да, троллиц. Я потратил немало времени, чтобы научиться это делать. Не нервничайте, они от этого становятся яростней. Они очень похожи на этого огненного из мультика Геркулес. Аида? Аида. Ну, с подземным огнем? Да, он такой синий-синий был. Что-то похожее. Безбровый еще такой. Ну, его пугающим нарисовали достаточно, да? Что-то похожее очень. Достаточно пугающим его нарисовали. Лошади эти. Да они здесь делают. Темные века. Все напуганы. Но потом Луналики решил, что место моего страха должны занять ваши чудеса и свет. А обо мне все забыли. Нечего его бояться. Никакого пугимена не существует. Уже началось. Что началось? Судная фея к ним так и не пришла. Дети перестают в меня верить. Они тебе не сказали, Джек? Но есть хитрость. Если дети перестанут верить, все это исчезнет. И сами хранители. Время пришло. Уйти вам в забвение. Встреча хранителей с кромешником прописана превосходно. И вот почему. Стычка начинается с главного. Мотивации кромешника. Он хочет, чтобы в него верили. И тут сразу акцент на реакцию Джека. Ведь ему это очень знакомо. А когда кромешник сам говорит об этом. Тогда я тебя не замечаю. Хотя ты к этому уже давно привык. Эти слова не просто стёп. Кромешник специально дал акцент на неверие в Джека. Чтобы в будущем завлечь его на свою сторону. Кромешник научился создавать свой песок кошмаров. Что подтверждает догадку о схожести песочника и бугимена. Они противоположности одной стихии. Один светлый и низкий. Второй тёмный и высокий. Песочник сеет приятные сны. Второй кошмары. Фанаты утверждают, что глаза песочника похожи на солнце. А кромешника на затмение. Для будущих событий очень символичная деталь. Раскрытие важной части канона. Хранители живут за счёт веры в них. Что создаёт и таймеры, и жёсткие условия, и риски, и мотивацию. Простейшее правило, а обыграно отлично. При этом после стычки остаётся вопрос. Почему бугимен украл ещё и зубы? А, он сейчас расскажет. Почему у них детские зубы? Да. А воспоминания, которые в них хранятся? Странно, что зубы... Воспоминания... Почему это именно в зубах? Детские воспоминания. Ну, типа, ты зубов детских теряешься, значит, лишаешься молочных зубов, значит, ты взрослеешь. А с возрастом детские воспоминания, они стираются. Но так как у тебя молочные зубы были с тобой именно в детстве, типа, они эту максимальную сконцентрацию твоих воспоминаний сохранили. Наверное, такой смысл. А ещё, наверное, мозг бы близко находится. Я не знаю. А когда кому-то нужно вспомнить что-то важное из детства, мы помогаем. И твои тоже. Мои воспоминания? Из твоего детства. Я всегда был ледяным Джеком. Мы тоже не всегда были избранными. Что? Законы вселенной раскрываются ещё лучше, при этом не теряя главного смысла мультфильма. В молочных зубах хранятся воспоминания, которые феи используют, чтобы подбодрить людей. Это вновь играет в обе стороны. Мы верим, что каждый раз, вспоминая приятное детство, эта зубная фея нам помогает. И во-вторых, отличный двигатель сюжета. Ведь у Джека теперь есть реальная причина помогать. Я думала, вся функция зубных феи – это, типа, ты даёшь зубы, они тебе бабки дают. Или конфетку. Или что-нибудь ещё. Чисто барыги. Ну да. Ну, кстати, сам тут тоже надо задавливать всякими печеньками, молоком. Ну как нет, не задавливаешь, просто угощение оставляешь. Ну так в американских фильмах показывали. У нас так не делали. У меня только форточку открывали. На ночь говорили, что это для того, чтобы Дед Мороз у меня пролез. А для того, чтобы проветрить. Ладно. Узнать своё прошлое. Всё это упирается на главную цель Джека – узнать, кто он такой, идеальная стыковка. Мы опоздали. Мы сами соберём зубки. Лечь идёт о шести континентах, о миллионах. Знаешь, сколько игрушек я доставляю за одну ночь? А сколько пасхальных яиц я прячу за день? Джек, если ты поможешь, мы вернём тебе воспоминания. Атеричный план. Разумеется. Кроссов рассказок в буквальном смысле. Да и каждый хранитель, каждый миф, в принципе, основан на том, что все они регулярно путешествуют по всему миру. То есть у каждого есть сила быстро перемещаться. Всё со смыслом. It's all coming together. Нет, полегче. Он из наших. Европейское отделение. Отсылка на испанский и латинский фольклор о Ratoncita Peres. Или мышонок Peres. Эта мышь делает то же самое, что и зубная фея. Зубки забираю. Просто у испаноязычных распространён именно этот персонаж. Вы собираете зубки и оставляете монетки. Вы ведь оставляли монетки. Всё, поехали. Да, да. Незаметная деталь. Мальчик видит всех, кроме Джека. Ведь в него он не верит. Мы не соревнуемся, а иначе... Откуда мы знаем? Победил я! Ну мы типа через его глаза посмотрели. А, понятно, да. А, ну да, да, да. Этот же тоже, получается, не видит Джека. Большинство из нас. Да, видишь, его тоже не видят. Сюжетный поворот. Оказывается, те, кто верит в духов праздников, способен их видеть. Это полная противоположность тому, что происходило с Джеком и кромешником. На Джека даже свет не падает. Песачник, выруби его. Ай, мяню, не ссидь, чо мода. Сонным песком, дурачи. Нет, это не кролик. Это борзая? А знаешь, что борзые делают с кроликами? Стой! Пес сыграл свою роль. Даже порода была специально подобрана. Теперь половина хранителей в отрубе, что важно для следующего хода кромешника. Прелесть! Все, тупешка. Да, прелесть. Тупешка в двух смыслах. Да, она тоже тупешка. Помнишь, помнишь, да, это... Кстати, сейчас же никто не говорит. Я помню, был какой-то момент, когда сокращение ТП очень было распространено. Про некоторых девушек, которые себя не очень умно ведут. Отлично играет со случайностями. Софи случайно зашла в комнату. Шар случайно... Она очень маленькая. Она случайно увидела именно кролика, а Шар отправляет туда, куда скажешь. Отчего Софи отправилась туда, куда нужно. Все это случайности, но скачут друг от друга, как попрыгунчик. Джек, ты проводишь с этими чудиками слишком много времени. Ты меня в нее втянул, украв зубки детей. Зубки? А тебе-то до них какое дело? Важный обмен информацией. Джек дал кромешнику узнать, что ему нужны зубки детей. Отчего впоследствии бугимэн будет заманивать парня его зубами. Этот трюк беспроигрышный, ведь в нем могут быть лишь два варианта. Мы либо поверили, что он реально застал, либо мы догадались, что кромешник притворяется испуганным. В первом случае мы офигеем от резкого поворота. Во втором случае, хоть и не будет резкого поворота, но мой заинтригованный, что же он сейчас выкнет? Ты займись теми, что слева, а я теми, что справа. Бу! Это детский сказочный мультфильм про Санту и Зуныфею. Причем, мы когда его включали, было написано возрастное ограничение 0+. То есть ничего такого не происходит с собой? Нет, я понимаю, но типа все равно боевка. Ты ждешь какой-нибудь миньоны, которые будут пукать. Что-то такого. Ну что, боевка с песком? Ну мне кажется, ну да, но все равно. О, ну смотри, самого этого персонажа злодея сделали достаточно жутковатым, как ребенку смотреть. Ну он жутковато выглядит, эти кошмары. У него такой дизайн. То есть я бы не дала 0+, этому мультику. Я бы поставила побольше бы рейтинг возрастной. Ну серьезно. Не понятно, что это не будет кровишки и кишочков и всего остального. Ну как бы сам факт. Вот даже так мы получаем активную боевку. Тут реально победит тот, кто сильнее физически. Песочник был пронзен страхом в самое сердце. Но даже так он не показал никакой испуга перед смертью. Обоснованный баланс сил. Кромешник в принципе силен. Он одолел песочника, сильнейшего из хранителей. Санта, Зубная и Кролик сразу же ужаснулись. А страх в душе моментально делает кромешника еще сильнее. То есть Буки-мен тут дважды победил. Но. Но. Джек не поддался страху. Вместо того, чтобы бояться. Вот что во мне главное. Это и есть его основа, которая раскроется чуть позже. Джек противостоял страху в самый страшный момент, что и визуализируется силой его льда. Не знал, что так могу. Акцент на посох тоже раскроется. Мы все еще можем изменить. Пасха уже завтра. И заставим эти огоньки снова зажечься. Но на этот раз Пасха важнее Рождества. Да, все. Идеальный ход сюжета. Все события движутся один за другим. О скором наступлении Пасхи говорили с начала мультфильма. И это событие в любом случае ударит по одной из сторон. Кстати, он когда им яйца приносит. Я думала, я же надеюсь, они приносят хотя бы шоколадные. А ты прикинь, если ты берешь красивое яичко, оно куриное внутри. Вот как у нас на Пасху. Ну, то есть я, знаешь, конечно, прикольно. Если еще оно будет шоколадным, наверное, будет, естественно, куриное, просто вареное. Нет, это у нас просто вареное. И они такие, у-у, давай. Ура, да. Слушайте, мне кажется, нет. Мне кажется, за границей, ну, где-то там в Европе, в Америке, да. Или киндер-сюрпризами бьются? Они не бьются. Чья киндер-сюрприз? У них другая традиция. У них они прячут эти яйца, а дети должны как квест найти это яйцо. Оно будет со сладостями. Типа, будет шоколадное яйцо. Или это может быть как киндер-сюрприз, реально типа яйцо-сюрприз внутри. Ну, я не знаю, как там. Ну, вроде как как-то так. То есть это типа не прикольно, что бегаешь, ищешь яйца, а потом в итоге находишь просто вареное яйцо. А находишь их в холодильнике просто десяток. Ну, типа, как бы когда шоколадный, мне кажется, как-то это прикольнее. Либо хранители окрепнут, либо кромешник ударит по кролику еще сильнее. Кстати, мне тоже вопрос, почему кролик приносит яйца? Я просто не знаю этот лор. По логике даже мне сказать, как будто курочка. Типа бегает и яйца откладывает, нет? А тут кролик приносит шоколадные яйца. Куда он берет шоколадный? Ну, ладно. Ну, как бы мы знаем, откуда тут с норы. У него они спахнутся. Неожиданность, о которой мы могли догадаться, но большинство таки были обмануты. Уверена, она обожает феи. Посмотри, какие милые зубки. На них даже кровь и ошметки Десны остались. Да, нормально. Приятных с новиделей. Кровь и ошметки Десны? Вы когда в последний раз общались с детьми? Мы так заняты тем, что доставляем детям радость, что времени не остается. На детей. Положение хуже, чем я думал. Ой! Ой, ой, ой. Луна Лики не давала ответов на вопросы. Оно и верно, ведь герои сами должны пройти свой путь. Вот и вопрос, почему именно Джек нужен хранителям, получил прямой ответ. Конфект между Джеком и Пасхальным завершается обоснованно. Благодаря их основам они оба любят радовать детей. Пора вернуть ее домой. Джек, нет! С посохом его не справиться. Поэтому ты должен остаться здесь. Я быстренько. Как кролик раз и все. Надо возвращаться. Ну я нажила ушко. Даже феечка просекла фишку эту. Помощница. Объясняю связующие. Хранители просили Джека остаться. Он на данный момент сильнейший. Джек тоже не имеет причин связываться с кромешником. Тогда что станет причиной последовать кромешнику? Зубки. Зубки? Та самая фраза про зубы. Ты меня в нее втянул, украв зубки детей. Зубки? А тебе-то до них какое дело? Он догадался, что Джеку нужны его воспоминания. От этого Ледяной отказаться не мог. Однако ценой доверия хранителей. Ну он не знал, что так случится. Логова кромешника символично под кроватью. Я вас ослабляю. Он может просто раздолбает. А, под кроватью? А я думала, что это кровать типа Джека. Его детская кроватка, которую он там нашел, знаешь, такая древняя, там, какого-то там 17-18 века, 300 лет недавности, знаешь, которую продвела. И логов под его кроватью. Цель освободит вторым делом после своей памяти. Ты что-то ищешь? Не бойся, Джек. Я тебя и не боюсь. Меня, может, нет. Но ты боишься чего-то другого. Ты очень боишься, что никто не поверит в тебя. Чего больше ты боишься, что никогда не узнает, почему? Но ты боишься, что подумают хранители. Они никогда тебя не примут по-настоящему. Ты не знаешь, кто я такой? Еще как знаю. Ты Ледяной Джек. Ты повсюду создаешь хаос. Со снежной бурей в 68-м случилась она на пасху. Я в списке проказников? Ты в нем на первом месте. И даже прямо сейчас. Что ты сделал? Гораздо важнее. Что сделал ты, Джек? Каждое слово кромешника имеет смысл. Он намеренно тянет время и даже отвечает на главный вопрос Джека, кто он такой, называя его сеятелем хаоса. Ведь и вправду, Джек всегда создавал только кипиш. Ранил ребенка, мешал пасхальному, номер один в списке непослушных детей. Даже сейчас Джек сотворил неладное, ибо решение отправиться за голосом имело посредствия. Ну, просто долбайски просто. Вот, все, минус яички. Все, капец. Да. Видишь, они даже устраивали охоту. На яйца. Все. Все. Перестали верить. Обменял. Отлично прописанный конфликт. Все решения каждого из персонажей были понятны. А связующие детали, зубы и зубная кроха, дали хранителям все понять. Этот кадр содержит в себе все необходимое. Джек бросает хранителей, пока пасхальный кролик сидит под плакатом своего праздника. Сантос сожил свои мечи, ведь он сильно ослабел. Но глаза Клауса все еще стремятся увидеть чудо. Ровно как и Джейми в следующей сцене. Джейми обоснованно продолжает верить в духов, ведь он сам их видел. А благодаря песочнику ему снились хорошие сны, в то время как кромешник позаботился, чтобы остальным снились только кошмары. Я все понимаю. Ничего ты не понимаешь! Думаешь, я не знаю, что ты скурил! Когда в тебя никто не верит. Когда так хочется иметь семью. У меня был дом и семья. Посмотри, как много мы сможем сделать вместе. Что больше подходит друг другу, чем холод и тьма. Ну короче, у себя заюзники захотел. Чтоб еще помощнее быть. Конечно. Будут бояться, а я хочу не этого. Наконец-то столкновение кромешника и Джека. Богимэн постоянно напоминал Джеку о неверии и наконец использует его травму, чтобы продолжить союз. Так Джек получит то, что хочет и у него нет никаких причин отказаться. Но Ледяной наоборот отказывает и сразу вопрос, почему? Да потому что Джек подсознательно понимает, кто он и чего хочет. Он прямо говорит, что не хочет, чтобы его боялись. Звучит очень неразумно. Ну вообще Джеку такой путь абсолютно не нравится, потому что видно, что он любит веселиться, что ему нравятся дети, что ему нравится радость приносить. А тут говорит, класс, мы будем кошмарить. Ну конечно Джек такой, типа, мне это не прикольно, пожалуйста, идти к другому. Помог Джеку понять, кто он, что в итоге и погубит его самого. Оставь меня в покое. Хорошо. Зубная кроха. Отдай мне свои посохи. Я выдержу. Теперь отпусти ее. Нет. Все детали важны. Зубная кроха, которую спас Джек, стала поводом отдать посох, которого боится кромешник. Результат той битвы. Когда Джек передает посох, только он его отпустил, как морозный инис, сразу исчезает. Все. Только кто повел поступок с его стороны, кинуть посох назад Джеку. Да. А не забрать с собой. Дождикой пожарный. Мало ли еще. Джек, осторожнее. Все нормально, все нормально. Джек, мне страшно. Сеструня. Давай развеселимся. Это его, да, приколюха. Способность. Все будет хорошо. Клянешься ли ты беречь детей всего мира? А давай поиграем. Раз. Три. Теперь твоя очередь. Три. Все. Спаси сеструня. Она его нет. Ну как она его спасет, что она за ним нырнет? И оба будут, минус два чела. У меня была семья, сестра, и я ее спас. Вот почему он выбрал меня. Я, я охранитель. Это просто охренительно. Предыстория Джека объяснила все и вся. Джек всегда веселил детей. Вы понимаете, что он веселил детей даже во тьме. Джек использовал саму тьму, чтобы наоборот развеселить их. Но даже это не главное. Абсолютно простая ситуация. Джек и его сестренка оказались на тонком льду. Все. Этих условий было достаточно, чтобы полностью раскрыть Джека как персонажа, хранителя. Объяснить все его силы и получить ответ на вопрос, кем он является. Джек ходит босым, несмотря на страшный холод. Поэтому он без обуви. Ледяной связан с посохом напрямую. Потому что смотрите. Джек использовал посох, чтобы спасти того, кто боится. Джек использовал посох, чтобы спасти тех, кто боится. Теперь понимаете? Все. На этом завершается становление нового хранителя. Буквально хранителя. Джек отдал свое сердце ради дитя. Предыстория Джека – это горе. Луналикий избрал его абсолютно обоснованно. Быстрее полетели! Никто не может лететь? Отзеркаливание сцены, где феи еще могли летать. Но Джек не освободил их. А сейчас освобождает, но летать он не мог. Слабенький совсем. Плохо! Переграй в граждан. А, это постоянно был троллинг этого яти бедный. Этот цвет рождества. Крась в синий. Да. В этом году рождественские игрушки не нужны. Подарков не нужны. Да. Да. Прекрасных детей продолжают верить. Четыре, три, два. Один не гаснешь. Джейми, последний. Никто верит в хранителей. Опять же сюжетно обоснованно. Ведь он всегда верил в мифических созданий. Да и сам их видел. Ну, может приснилось? Такой грызный момент. Такой, ну пожалуйста. Дай знак. Да, ты так тоже делал. Здесь дай знак. Ты что же так делал? Да. Только с богом, по-моему. Ну да. Потом стал атеистом. Да. А если бы он делал чудо, может быть, был бы верующим, да? Я так и знал. Нееет. Существует. Снег. А то ледяной джек отморозит тебе носик. Ледяной джек. Я еще раз. Он меня назвал. И ты меня видишь? Он меня видит. А кто, по-твоему, приносит метели и снегопад? А пасхальный кролик и зубная фея. Мы все существуем. Я знал. Джек проявил все четыре стороны каждого из хранителей. Он подарил Джейми надежду. И я всем принесу надежду. Веру в чудеса. Увидеть чудо. Проявил заботу. А когда кому-то нужно вспомнить что-то важное, мы помогаем. И воплотил мечту в реальность. С кем ты там разговариваешь? С ледяным джеком. Ну ладно. У Джейми на пижаме солнце, звезды и луна. В разных источниках трактуют по-разному. Но это три светила небосвода. В нашем случае символ верования. Они еще с гитарами. Можно и по-другому. Рок-звезды. Вы выглядите ужасно. Джек, мне страшно. Джек, мне страшно. Вместо того, чтобы бояться, развеселимся. Вот что во мне главное. Путь Джека завершился. Он нашел себя. Превосходное развитие. Теперь ты веришь в буги. Такого я не ожидал, но и новой быть не могло. Ууу, класс! Ой! Да, нормально. И мы защитим вас от них. Вы их защитите. Но кто сможет защитить вас? Дети. Я смогу. И я смогу. И я. И я попробую. Такого я не ожидал, но и новой быть не могло. Все, что хранители дарили этим детям последние годы, воспитало в них веру в чудо, надежду, заботу и мечты. Каждый ребенок несет в себе частицу хранителей. Позже на этом дадут еще один акцент. Опять началось. Мы же вместе по телек увидели. Едите рядом. Ничего себе. Вперед! Спасибо, Свет. Я думаю, мы вряд ли где-то еще увидим, как в сказке детства дерутся на смерть с ретальным оружием. Отличная сакуга. Нет, ты существуешь, но я тебя не боюсь. Все, прям сердечко. Опа. Песочник. Ура! Я понял. Я знаю, что нужно делать. Реакция. Что нужно делать? Абсолютно обоснованное возвращение Песочника. Та встреча до сих пор влияет на ход сюжета. Песочный человек? Джейми видел Песочника и его золотой песок. Поэтому и вера в него сильна, а отсюда и воскрешение. Даже то, что Джейми превратил кошмарный песок в золотой, исходит из факта, что кромешник когда-то превратил золотой песок в черный. Бугимэн сам виновен в воскрешении Песочника. Ну да, технически. Он как бы его песок заразил. Хотя не сразу. Но я в себе разобрался. Да, не в тренировку, чтобы ты вернул моих помощниц! Монетку мне положишь под подушку. Women. Монетка? Говорит сейчас мем, да? Woman moment. Men. И страх будет всегда. Мы будем побеждать страх. А что же тогда они здесь делают? Это не мои кошмары, я их не боюсь. Они чуют страх, ясно? Похоже, они чуют твой страх. Все, по классике. Сюжетных поворотов подряд. Кошмары кромешника все еще здесь, значит у него еще есть козыри в рукаве. Но второй сюжетный поворот гласит, что это страхи не хранителей, а самого бугимэна. Это как знаешь, когда миньоны восстали против хозяина. Что и иронично, и символично, и правильно. Пора принести клятву. Клянешься ли тебе? Клятва хранителей почти полностью повторяет клятву Найтлайта, воспитанника Луна Ликова из оригинальной книги. А вдруг кромешник вернется? Вдруг мы опять разуверимся? Ты перестаешь верить в Луну, когда восходит солнце? Нет. Мы всегда будем рядом, а теперь мы будем еще и здесь. Ты тоже станешь немножко хранителем? Вот оно, со смыслом. И навсегда ты хранитель. Все любят кататься в санях. Все любят кататься в санях. Джек! Меня зовут Ледяной Джек, и я хранитель. Луна сказала. А когда вам о чем-то говорит Луна, стоит верить. В конце тоже 3D-снежинка тебе в лицо. Хранители снов – отличная картина. Одна из достойнейших работ DreamWorks. Незаслуженно забытый. Модер, если сказать, что... А ее же никто не знает, по сути. Я помню, я когда посмотрела, мне мульт понравился первый раз. И у него такая максимальная была тишина. Это же самое... Знаешь, мне напомнила ситуация с «Планетой сокровищ», которая тоже мне в детстве очень понравилась, которая ужасно плохо собрала, и которую просто никто не помнит. У него была плохая реклама, да? Я не знаю, я же про него слышала. Я на него даже вроде в кино ходила. Мне кажется, нет, были баннеры какие-то. Мне кажется, просто знаешь почему? Может быть, какие-то персонажи были, которыми ты сильно игрушек не продашь. Может, знаешь, какие-то... Хотя вроде они миловидные такие. Я не знаю, почему так случилось. Мульт же прикольный реально. И он хорошо такой под рождественскую, новогоднюю атмосферу, мне кажется, заходит. Прекрасное наследие в истории анимации. Хорошо, что я могу вносить свой вклад в популяризацию прекрасного. Но справедливо отметить... Может, просто старый, что мультик? ...каждый из вас станет хранителем памяти об этом мультфильме. Ведь мы должны не забывать и всегда помнить тех, кто дарит нам заботу, надежду, веру в чудо, мечты и радость. 119. Ты посмотрел? Веришь, тут нет бытую короткомитражки? Там было, кстати, после титров момент, когда они детей заносили назад под кроватком. 118. Мне мульт этот понравился, когда я его смотрела. В принципе, вот я его пересмотрела, считай, через 10 лет. Он нормально смотрится. Ну, то есть, хорошо. Нормально смотрится. Конечно, видно чуть-чуть, что староват. Нет, видно, видно. Ну, может быть, текстур... Конечно, сейчас не такая текстура, как, знаешь, смотрели мы последние мультики Pixar, где там, аж прям волосотки на коже. Но, тем не менее, графика очень хорошая. Мимика такая, очень живая. Не знаю, мне мульт понравился тоже. Я считаю, что как-то очень незаслуженно, что про него мало кто знает. По-моему, был тоже еще такой прикольный мультик. Этот называется «Хранители снов», а был какой-то другой хранитель, какие-то там про сов был мультфильм. И он тоже прикольный. Там еще совы так интересно нарисованы. Тогда мне казалось, что они очень реалистично выглядят. Но сейчас не знаю. Может быть, они на самом деле не так реалистично смотрятся, потому что мультфильм старый. И вот есть такие категории мультфильмов, я заметила, которые очень прикольные. А, вот это вот Hero 6, да, как-то город героев там с Бэймаксом. Мне кажется, тоже не то, что прям сильно популярный мультик. И они прикольные, но про них как будто реально все позабыли, никто не знает. Зато какое-нибудь «Холодное сердце» и «Миньоны» знают все, потому что, видите, сколько везде прониканных информаций. А Клаус, что, сильно популярный? Нет, он-то и делал. Он же очень клевый, да. Да, обидно, обидно за такие мультфильмы. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо же за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Хм, сложный выбор.